Китайская компания Shanghai Ranking Consultancy опубликовала рейтинг 1000 лучших вузов мира. Казанский федеральный университет вошел в группу 801-900 всемирного рейтинга университетов академик Ranking of World University, сохранив свои прошлогодние позиции. Он имеет очень интересную специфику, то есть он оценивает само учреждение, скажем так, по тем научным результатам, которые имеют выпускники, и также по уровню, скажем, международного признания сотрудников университета. Это Абелевская, Нобелевская, Филсовская премия и прочее, прочее, прочее. Также среди незначимых показателей в структуре этого рейтинга это количество опубликованных статей в Nature and Science. Это считается, что одни из наиболее цитируемых, известных и респектабельных научных учреждений, а также, скажем, объем статей и их цитирование. То есть это уже последние традиционные для нас показатели. Россию в рейтинге представляют 11 вузов, 9 из которых являются участниками проекта 5100. Особенность этого рейтинга, что можно исказить объективную картину. Каким образом? Если у меня хороший бюджет, то есть если меня финансируют, то в этом случае я могу привлечь для проведения исследований, для образовательного процесса соответствующих лауреатов, но и автоматически моя позиция принципиально изменится. Хотя это понятно, что, например, в течение какого-то периода, если работают эти люди, серьезно изменить ситуацию в вузе достаточно сложно. Два наших конкурента вуза, то есть имеется в виду конкурента по программе 5 ТОП-100, это Томский политех и Санкт-Петербургский политех, это имени Петра Великого, очень, скажем, мощные и конкурентоспособные организации, они вообще в этом году выпали. Стоит отметить, что Казанский университет ориентируется не только на рейтинг ОРВУ. В июле этого года КФУ повысил свои позиции в одном из наиболее авторитетных, международных академических рейтингов QS World University Ranking, заняв 439-ю позицию. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс.